Здравствуйте! В библейском портале «Экзогет» мы ведём речь о трудных местах Священного Писания. Хотелось бы обратить внимание на очень важные строчки – это первые 18 стихов Евангелия от Иоанна. Называемое обычно «Пролог». Вот этот текст. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и опитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн светлестует о нём и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошла через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, и тенародный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Так начинает евангелист Иоанн свое благословение о Христе. Этот пролог Его Евангелия читался и читается вслух всех, собравшихся на литургии в первый день Пасхи. Значит, слова эти должны быть не просто понятны, но приняты с радостью, как самая важная весть. В них кратко излагается та истина о Боге, которую Творец открывал своему народу уже в первых строках Завета. И на протяжении всей истории, подготовившей к встрече людей с Богом лицом к лицу. Однако, далеко не всем в церкви первые слова Иоанна и Евангелия внятны и волнующи радостны. Напротив, многим они кажутся отвлечены философским богословием. Мы очень обогатим своим пониманием всего священного Писания, если вникнем в эти слова, ибо в них невозвышенное умозрение, доступное лишь немногим мистикам, а самая суть веры, которую исповедует каждый православный христианин. Апостол Иоанн употребляет греческий термин «логос» – слово, общепонятный в то время, когда записывалось его Евангелие. В греческой философской традиции понятие «логос» означало исходную идею, смысл, идеальную суть вещей, существование которых дано божественным разумом – «логосом», словом. Библейское откровение говорит о божественном разуме, как об олицетворенной премудрости. Она – посредник между Богом и творением. В книге притчей Соломоновых сказано так «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Это книга притчей, глава 3. Сама премудрость говорит о себе «Господь имел в меня началом пути своего, прежде созданий своих, искани». Это восьмая глава книги притчей. Обратим внимание на выражение «искани», то есть изначально, как и сказано в первой строчке Иоанна в Евангелии о «логосе» в начале. И дальше в книге притчей. «От века я помазана, от начала, прежде бытия мира, я была при нём художницей». Итак, греческое понятие «логоса» апостол Иоанн, проповедовавший в эфесе грекам, употребил, чтобы указать на библейское понятие премудрость Божию, то есть слово, о котором и апостол Павел говорит «веки устроены Словом Божьим». Так, послание к евреям. Обратим внимание на 16 стих в третьей главе книги притчей, где сказано о премудрости. «Из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит». Чуть другими словами сказано и в Псалме 84. «Милость и истина встретятся, правды и мир облабызаются». Когда этот стих читается на литургии, он указывает на Христа, через которого божественная правда, правда, то есть это значит установление, закон, приносит мир людям. То же и в Псалме 118. «Да приедет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Итак, Псалмы и притчи Ветхого Завета указывают на то же, о чем свидетельствует евангелист Иоанн в прологии Евангелия. Это в стихах третьем и четвертом. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Отметим еще одно подтверждение тому, что в Библии понятие «слова» может значить «бог». Когда иудеи особенно избегали антромоморфизмов в текстах о Боге, они могли сказать «слово» вместо «бог». Например, в Таргумах – это переводы Библии на армейский язык примерно за 100 лет до Руси Са Христова. Так сказано в книге «Исход». Обычно мы читаем «Вывел Моисей народ навстречу Богу, а в Таргуме – навстречу Слову Божию». Во второсаконии, в девятой главе «Бог огонь», а в Таргуме «Слово Божие огонь». Или у пророка Исаии в 48 главе, так мы читаем в серендальном переводе, «Моя рука основала землю, и десница моя распростерла небеса». А в переводе на армейский в Таргуме «Моим словом основал я землю, и силою моею развесил небеса». То есть понятие слова в его божественной сущности и в идее было не ново. Логос – посредник между Богом и миром. Так говорит о себе Иисус, например, когда беседует с самарянкой у колодца. «Моя пища есть творить волю пославшего меня». Или в девятой главе Евангелия Таанна такие слова Спасителя. «Мне должны делать дела пославшего меня». Апостол Иоанн утверждает, что Иисус и есть совершенное воплощение Логоса, премудрости Божией. Он – совершенный Бог, и для Иоанна было очень важно подчеркнуть божественную сущность творящего Логоса, чтобы обличить гностиков, которые проникали в общины и могли соблазнить неискушенных, но просвещенных христиан. По гностическим представлениям, материя враждебна божеству, несоединима с ним. И только эманация, то есть некое истечение божественной энергии творит мир, и само при этом становится отпадшим от Бога. Так вот, усиленно подчеркивает Иоанн, и слово было у Бога, и слово было Бог, и всё через него начало быть. Ведь, значит, о нём же и первые слова Библии «Вначале сотворил Бог небо и землю», то есть «отворяющие силе божественного слова», или такие слова Ветхого Совета в книге Бытия «И сказал Бог, да будет». Эти слова запечатлеваются и в страховных изображениях. На мозаике или рельефе сцена творения мира представляет Иисуса Христа, от рук Которого создается природа. То, что провозглашаем мы и в символе веры, когда произносим «Исповедуя Христа Иисуса Богом», им же вся выше, то есть им всё сотворено. Значит, тварный мир, благо, раз вызван к бытию самим безначальным Богом. В третьем стихе пролога это усиленно утверждается характерным для библейского языка параллелизмом, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Сравним первые строчки книги Бытия и Евангелие от Иоанна. В обоих текстах стоит «энархэ», то есть в начале. Но о мире сказано «сотворил Бог». Мира не было, из ничего он сотворён Богом. А о логосе слове в начале было слово. Оно не возникло, а изначально есть. Логос не сотворён. Ему присуще божественное бытие вне времени. Слово единосущно Богу, и слово было Бог, как сказано у Иоанна. Снова подчёркивается совечность слова и Бога. Оно было в начале у Бога. Конечно, это напоминает нам и другие строчки Евангелия, где Христос говорит о себе. Например, из Евангелия Танна, в восьмой главе. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им «от начала сущий, как и говорю вам». И неоднажды он повторяет «я и Отец одно». И то, что это неотвлечённое богословие, а главная истина, исповедуемая каждым членом церкви, подтверждается символом веры, которой мы пойдём вместе, но каждый от первого лица единственного числа. «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся мы же». Стих 4 напоминает нам о тайне жизни. «В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков». Мы никогда не разгадаем её. Серьёзная наука даже не ставит вопроса о том, что есть в жизни. Бедонаучные догадки не стоят и критики. «В нём была жизнь, – говорит апостол Иоанн, – и жизнь была свет человеков. Сопоставление жизни и света, как противоположность свету, тьма, так отрицание жизни – гибель». Значит, отрицание Христа – это гибель. И, конечно, сразу вспоминаются слова из 14 главы Евангелия Таана, когда он говорит «Я есть путь и истина, и жизнь». Эти слова Евангелия указывают на божественную силу жизни, побеждающую смерть воскресением Христа, Бога Слова, как сказал сам Христос в Откровении Иоанну. Сейчас прочитаем отрывок маленький из первой главы Апокалипсиса. «Я есть первый и последний, и живый, и был мёртв, и жив во веки веков. Аминь». Итак, истинная жизнь – Христос. Человек входит в неё, обновлённый крещением, умерший для греха, и, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Что есть совершенная жизнь, мы узнаем только через воскресение. А пока жизнь кажется нам процессом, неизбежно ведущим к смерти. Так и есть для тех, в ком не живёт Христос. «Как свет узнаётся нами, только если выйдем из тьмы, так и жизнь откроется нам в полноте, когда преодолена будет наша смертность». Как сказал апостол Павел, «теперь же видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу». Так в послании к Оринфинам. Свет – важнейший символ божественной жизни, и явление света – есть результат первого дня творения. Нетварный свет, которым присиял Христос на Фаворе, был откровением в его божественной сущности. Преображение – важнейший праздник православной церкви. Этим событием подтверждается реальная возможность для человека видеть Бога, как Он есть, в нетварной божественной энергии. Потому и говорит Евангелие, «И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». А в преображенском тропаре мы поём, «Да высияет нам свет твой пресносущный, то есть изначальный, божественный». Здесь важно ещё раз обратиться к нашему богослужению, а именно к молитве первого часа, к той, которую священник читает заключение вечернего богослужения после утреннего. Стоя перед иконой Спасителя, у царских врат священник обращается ко Христу с такими словами «Христе свете истины, просвещая всякого человека, грядущего в мир, дознаменуя за нас свет лица твоего, давним узорем свет неприступный». Это в сущности повторение 9 стиха пролога. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И это уже в самой читаемой книге Ветхого Завета, Псалтире, вот строчка из 35-го псалма. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем видим свет». Бог есть свет и жизнь. Это почти синонимы. Мы сегодня остановили внимание на первых стихах пролога и заметили, как совпадают их содержания со многими строчками из других текстов Писания. И, что очень важно, со словами православного богослужения. Этим подтверждается та истина, что богословствует тот, кто молится. И Иоанн Богослов писал не для профессоров богословия, а для каждого верующего, исходя из того опыта богопознания, который Духом Святым дан всей Церкви. Продолжим следующую встречу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok